МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Народный хурал Парламент Калмыкии принял закон о смешанной системе выборов. 20 семей из Элисты получили сертификаты на улучшение жилищных условий. Во Дворце детского творчества прошел 6-й межрегиональный фестиваль рапототехники Робофест. Глава Калмыкии Батухасиков поздравил со 101-м днем рождения участника Великой Отечественной войны Тимофея Кутыгина. Вместе с ним ветераны навестили его дети. А Дьяна и Ума знают дедушку-героя и с большой радостью и воодушевлением восприняли идею пообщаться с ним, считая важным сохранять такую преемственность в воспитании нашего подрастающего поколения. Тем более нашему поколению и нашим детям очень повезло видеть и слышать тех, кто тяжким трудом сберег целостность и свободу нашей страны. Спасибо всем ветеранам Великой Отечественной войны за мир и светлое будущее, поделился Хасиков. Народный хурал Парламент Калмыкии принял закон о смешанной системе выборов. В рамках прошедшей 33-й сессии парламентарии большинством голосов поддержали законопроект, инициированный главой региона Батухасиковым. Согласно предложенной реформе, на выборах в Народный хурал в сентябре этого года 17 депутатов будут избираться по одномандатному округу, 10 по партийным спискам. Мы максимально стремились обеспечить принцип правильства представительства. Потому что на сегодняшний день у нас в Народном хурале 5 районов не имеют своих представителей. Поэтому, почему, откуда взялась цифра 17? Ну, методом такого небольшого анализа нашего. Вот мы взяли 12 кругов примерно одномандатных. Получилось так, что примерно средняя численность одномандатного округа при 12 округах будет 16-17 тысяч. 16-17 тысяч избирателей – это порядка 2 района уже. А если взять северный район, то даже 3 района. Соответственно, принцип представительства, он не соблюдается. И поэтому мы пришли к той цифре 17, когда среднее представительство, количество будет 12 тысяч. Примерно это один округ, один район. Парламентарии Калмыкии положительно восприняли законопроект о смешанной избирательной системе. А депутат Народного хурала парламента Калмыкии Лаксан Гаджиев считает, что принятие этой реформы своевременно необходимо. По его словам, плюсы нововведения он сможет прочувствовать на себе, поскольку планирует избираться по новой системе на следующих выборах. Закон, я считаю, был принят своевременно и позволяет активным гражданам принять выборы в парламент. Важно то, что на сегодня каждая территория будет иметь своего закрепленного депутата. И он персонально будет нести ответственность перед теми избирателями. Я планирую, для меня это опыт, так как я в шестой созыв Народного хурала избирался по партийным спискам, а сейчас есть возможность поучаствовать в смешанной системе выборов. Также действующий депутат Народного хурала Артем Михайлов заявил, что сам намерен опробовать новый закон о выборах и пойти в качестве кандидата по одному из одномандатных округов. Документ действительно был очень важный для республики. И обсуждение, как вы сами, наверное, заметили, шло фактически, наверное, два часа, да, только одного вопроса. Но мое мнение, и как и мнение в целом партии, мы единогласно его поддержали на фракции. И сейчас мы поддержали этот закон с теми доработками, которые там нужно внести. Но хочу сказать, что предисловие к этому закону еще было 10 февраля озвучено главой республики на стратегической сессии, когда мы встречались с молодежью. И молодежь, в принципе, поддержала тоже эту инициативу, это предложение, так как и молодежь теперь может представить своих депутатов в парламенте. Мы видим, что закон снизил ряд препонов, то есть количество подписей уменьшилось, да, можно выйти самовыдвиженцем. И поэтому, я думаю, что он открывает достаточно широкие пути для того, чтобы идти людям, инициативным идти, и пробовать свои силы баллотироваться на следующий созыв парламента. Исполняющий обязанности прокурора республики Арслан Кмухлаев проведет личный прием граждан в Лаганском районе. 2 марта 2023 года с 11 до 13 часов исполняющий обязанности прокурора республики Арслан Кмухлаев проведет личный прием граждан в прокуратуре Лаганского района. В ходе приема можно будет подать жалобы, получить консультации и правовые разъяснения законодательства. Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, с собой необходимо иметь заявление с указанием основных доводов. Гражданам, обращающимся на прием, необходимо представить документ, удостоверяющий личность. В послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил, что уже в 2024 году не менее 85% дорог в крупнейших агломерациях и не менее половины дорог в регионах будут приведены в нормативное состояние. Как сообщает региональное министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству, Калмыкия в числе первых регионов разработала и утвердила программу дорожной деятельности на 2023-2027 годы. В рамках меморандума о взаимодействии при реализации программы дорожной деятельности между правительством Калмыкии и Федеральным дорожным агентством до конца 2027 года будет приведено в нормативное состояние не менее 85% республиканской опорной сети и 50% общей протяженности региональных дорог. Кроме того, в этом году в Калмыкии планируется отремонтировать 118 километров автомобильных дорог регионального значения и 26 километров дорог Элистинской городской эгломерации в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На вопросы в сфере образования ответила профильный министр Булган Ангирова в ходе прямого эфира в Рео-Калмыкии. Зрители интересовали темы школьного питания, обновления мебели в образовательных учреждениях, капитального ремонта детских садов и другие. Также Ангирова рассказала о планах работы на 2023 год, новых направлениях и мероприятиях, которые пройдут в рамках года педагога и наставника. Необходимо отметить, что модернизация школьных систем образования получила старт этой программы в 2022 году. И всем известно, что в прошлом году у нас было отремонтировано 17 школ. Из них 7 школ – это в городе Элиста и 10 школ – это в сельской местности. В 2023 году мы также продолжаем успешно реализовывать эту программу. У нас по плану 24 школы. Из них также 7 школ – это в городе Элиста и остальные в районах. В культурном центре Родина прошло торжественное вручение свидетельств на получение социальных выплат молодым семьям Элисты. Всего сертификаты на улучшение жилищных условий были выданы 20 семьям. Для многодетных родителей эта помощь отразится на качестве жизни и решит жилищный вопрос. Субсидия молодой семьи, она очень хорошо, сильно поможет нашей семье снять вот эту финансовую нагрузку. Можно сказать, это в половину уменьшит наш долг перед банком, чему безмерно очень рада и счастлива. Приоритет для молодых семей, для наших детей – это самое главное. Желаем вам, чтобы ваши семьи были крепкие, дружные, с каждым годом пополнялись. Ну и всего вам хорошего. Огнеборцы Калмыкии провели учения в спортивном комплексе «Аэрат-Арена». В региональном центре спортивной подготовки силы МЧС по Калмыкии отрабатывали взаимодействия пожарно-спасательных подразделений с экстренными службами города. Очевидцы отметили высокую скорость реагирования спецслужб и их профессионализм. Главным управлением МЧС России по республике Калмыкия совместно со службами жизнеобесечения города Элиста были проведены тренировочные пожарно-технические учения на объекте «Аэрат-Арена». Данный объект был выбран не случайно, поскольку является крупным для проведения спортивных различных массовых мероприятий и имеет очень сложную планировку, что в случае возникновения пожара может привести к травматизму и гибели людей. Цель и задачи пожарно-технического учения достигнуты в полном объеме. У данного пожарно-технического учения были задействованы 8 единиц техники и 300 человек личного состава МЧС России. В марте мобильная станция «Переливание крови» посетит северные районы республики. Работать она начнет 14 марта в Большом Царине. С 15 по 17 жители Малых Дербец могут стать донорами крови. Кичинеры станции посетят с 21 по 22, в саду он с 23 по 24. Напомню, к сдаче крови допускается лица не моложе 18 лет, с весом не менее 50 килограммов, не имеющий инфекционных заболеваний. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС, выписку по лицевому счету банка в бумажном виде. Во дворце детского творчества прошел 6-й межрегиональный фестиваль робототехники «Робофест». В Калмыкии мероприятие стало уже традиционным. Дети от 5 до 17 лет разных регионов страны приняли участие в очном и дистанционном форматах. Подробнее о том, какие проекты представили участники фестиваля и что нового для себя узнали ребята, расскажет моя коллега Юлия Шаткаева. Яна Гермалеева и Софья Бородаева ученицы 6 класса русской национальной гимназии. Еще с раннего детства девочки проявляли интерес к конструированию. В будущем юные инженеры мечтают связать свою жизнь именно с разработкой и программированием. На межрегиональном фестивале «Робофест» проект девочек занял призовое место. Мы команда «Хамдан». Это наш проект «Непотопляемый энергозаряд». Наш проект хорош тем, что он поможет решить актуальные и востребованные задачи, связанные с переработкой, получением, хранением, передачей и использованием энергии, что поможет перерабатывать нечерпаемые природные ресурсы в электрическую энергию и поставлять жителям помыть по гораздо низким ценам, чем сейчас. Выступили хорошо, нам дали несколько рекомендаций по нашему проекту, а так мероприятие нам очень понравилось. Межрегиональный робототехнический фестиваль проходит в очном и дистанционных форматах, в котором участвуют дети в возрасте от 5 до 17 лет, в том числе с ограниченными возможностями здоровья из разных регионов России. В этом году в заочном формате в мероприятии участвовала молодежь из Калмыкии, Ставропольского края, Чувашии, Нижегородской области, Якутии, Краснодарского края, Поволжья и городов Центрального федерального округа. Я являюсь судьей направления 3D-моделирования. Тема сезона «Альтернативные источники энергии» и дети создавали на компьютере 3D-модели на эту тему и сегодня и завтра будут защищать свои проекты распечатанной модели на 3D-принтере. Среди критерий оценивания это оригинальность и творческий подход, техническая сложность конструкции и программы, а также соответствия заявленной темы и качество защиты проекта. Робофест проводится уже в пятый раз в Калмыкии. В Степной Республике каждый год собираются любители техники, науки и инноваций. Он проходит по 12 научным направлениям. Среди них есть и такие категории, как конкурс научно-технологических анимационных фильмов, выставка робототехнических проектов, марафон шагающих роботов и другие. И хочу сказать, что робототехника – это современное направление, которое объединяет действительно самых одаренных, самых талантливых детей нашей не только Республики, но и, как вы уже слышали, региона. Отрадно отметить, что количество школ Республики увеличивается с каждым днем, но и география, как вы уже слышали, тоже расширяется. Вы большие молодцы. Всем вам крепкого-крепкого здоровья, удачи, успехов, ну и, конечно же, новых побед и новых достижений. У вас большое будущее. Я думаю, что, когда вы вырастите, вы обязательно в Цыганамане построите экофермы, потому что это нужно. И вообще по всей Калмыкии вы настройте все, что вы сегодня показывали нам, и даже космически, я думаю. Байконур тоже у нас рядом. Площади в Калмыкии очень много, поэтому давайте, дерзайте. Удачи вам всем. Спасибо. Также в рамках Рабофеста на площадке фестиваля прошел обучающий семинар «Наставничество от идеи к практике» для преподавателей, тренеров, студентов и судей. А тем временем ребята уже с удовольствием готовят новые проекты на будущий сезон. Юлия Шаткаева, Владислав Бадмараев, информационная программа «День республики». В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара. Данная информация является фейком и не соответствует действительности, сообщает региональный МЧС. Сотрудники чрезвычайного ведомства рекомендуют следить за сообщениями в официальных источниках. В листе на базе Арат-арены прошел открытый республиканский турнир по национальной стрельбе из лука, посвященной Дню защитника Отечества и 34-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. В соревнованиях также приняли участие гости из республики Тывы и Анапы Краснодарского края. Два спортсмена выполнили спортивные разряды по калмыцкой национальной мишени СУР. Соревнования прошли в двух возрастных категориях 14-18 лет и 18-и старше. Мужчины и юноши должны были попасть в мишень с дистанции в 30 метров женщины и девушки с 25-ти. По итогу турнира были выявлены сильнейшие. Победители также получили сертификат на приобретение национального лука. Продолжают радовать наши тэквондистки. Спортсменки республики Калмыкия третью неделю к ряду завоевывают медали и становятся победителями и призерами всероссийских и окружных соревнований. Аюна Менкенова подтвердила свой высокий статус и выиграла первенство ЮФО среди молодежи до 21 года, девушке 16 лет. Также на этих соревнованиях бронзовую медаль завоевала Анжела Хохленова. И последнее. 1 марта в 10.43 будет проведена проверка готовности систем экстренного оповещения населения с включением средств оповещения. Выпуски новостей, также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом учении канала УТР на 21-й кнопке и в IPTV. Растелеком и на официальных аккаунтах во ВКонтакте и Телеграма. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин